Здравствуйте! Это суть дела. Мы продолжаем анализировать новую китайскую дипломатию боевых волков. К агрессивной риторике Китая следует, конечно же, относиться философски. Не случайно в русской политической культуре существует выражение «последнее китайское предупреждение». Ну и кроме того, не надо думать, что все действия китайских дипломатов спланированы и санкционированы сверху. Сейчас чиновники и дипломаты вынуждены постоянно демонстрировать идеологическую стойкость и непримиримость к врагам Пекина. В сомнительных ситуациях лучше проявить жесткость, чтобы потом не оправдываться перед руководством, решившим, что реакция была запоздалой или слабой. Безусловно, высказывания дипломатов отражают настроение царящей в Пекине. Но это вовсе не значит, что председатель КНР или его приближенные лично одобрили каждую резкую публикацию в Фейсбуке. Скорее, боевые волки верно улавливают общий настрой руководства, чувствуют тональность, минор или мажор, но не всегда правильно подбирают ноты. Хор может быть далек от слаженности. Из-за обвинениями Джао Ли Цзянь, о которой намекает, что заразу в Ухань занесли американские военнослужащие, следует заявление посла КНР в США, стоящего по рангу выше, Цуй Тянькая, примирительно призывающего к партнерству с Америкой в борьбе с коронавирусом. Точно так же не стоит переоценивать неосторожные высказывания китайских блогеров, коих на страну с почти полутора миллиардным населением насчитывается несколько миллионов. В минувшем апреле, например, настоящий скандал вызвала статья с заголовком «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай», размещенная на коммерческом онлайн-сервисе Soho.com, анонимным блогером. Кликбейтеры по всему миру начали сгущать краски, усмотрев в этом материале едва ли не признание Китая в намерении поглотить Казахстан. Посол Джан Сяо после протеста МИД Республики Казахстан и вовсе предположил, что это провокация враждебных сил. На самом деле все куда прозаичнее. Это простая попытка блогера набрать лайков и репостов к официальной позиции Пекина, может быть и не имеющей никакого отношения. Впрочем, пост на всякий случай удалили, как и статьи, где претензии предъявлялись другим государством. Остается вопрос, почему это было сделано лишь после дипломатического скандала. Для России в этом контексте важно не делать далеко и дывчих выводов на основании растущей самоуверенности Китая. В ситуации холодной войны США и Китая наша страна находится в положении безальтернативного партнера и квазисоюзника Пекина. Причем это не вынужденный, а осознанный выбор, в который у Москвы шла несколько десятилетий. Но и китайским партнерам хотелось бы порекомендовать учитывать особенности работы с зарубежной аудиторией. До тех пор, пока в Пекине не научится великодержавный пафос уравновешивать тактичностью и демонстрацией уважения, неприятные ситуации будут возникать постоянно, в том числе и в российско-китайских отношениях. Слишком откровенная пропаганда по китайским лекалам не обладает притягательной силой, а только усиливает сенофобские настроения. Чрезмерное использование китайских пропагандистских штампов отталкивает публику. Китай пока действует реактивно, не играет на опережение, а воспроизводит риторику вчерашнего дня. Это вряд ли усилит голос Китая в мире, тем более, что пандемия коронавируса вызвала к жизни сильнейшие сенофобские настроения во всем мире. Ранее мы такого не наблюдали. Обвинение в адрес Всемирной Организации Здравоохранения о ее ангажированности Китаем, огромный материальный ущерб и, конечно же, сотни тысяч загубленных человеческих жизней почти во всех странах мира, явно не будут очень быстро забыты человечеством. Так что Китаю придется сменить риторику, если он хочет хотя бы попытаться сохранить свои позиции. О том, чтобы восстановить, если оно было, мировое лидерство, я думаю, пока следует просто забыть. Это была суть дела. Все будет хорошо в исторической перспективе.